У нас в гостях Диана Арбенина, российская певица, музыкант, лидер рок-группы «Ночные снайперы» и, собственно, сами «Ночные снайперы» впервые в нашей студии здесь в гостях. Доброе утро! Салют, мурсилки! Привет! Миша, почему ты сейчас зевал, пока мы чекались? Я же все вижу. Прости, Диана, я так мало. Я ждал концерта. Нет, секундочку. Разбуди меня, Диана. Разбуди меня. Хорошо, мы подъехали к песне. Да-да-да. Нет, ну сначала я ехала со страшной силой, думала, что я опоздаю. Потом он меня так обнял, вот этот мужчина. А, кстати, мы же в эфире сейчас, я имею в виду, видео у нас есть? Да, видео есть. Да, ну да, вот это мое лицо. А что, ну подожди, а... Авторадио.ру А что плохого в том, что я тебя обнял? Я очень рад тебя видеть. Как он меня обнял, ребята? А потом давай зевать. Ну, не, ну пока мы чекались. Слушайте, на самом деле, можно сказать, почему мы пришли? Можно, конечно. Да, ну, я вас удивляю. Мы пришли не по поводу концерта, который мы проанонсируем. Я бы просто как-то, меня бы заломало, конечно же, потому что ну зачем это уже как-то вот рекламировать, это как-то странно. Но мы просто написали песню новую, которую сейчас чекали. Мы хотим ее спеть, потому что... Ну, это самая главная радость, которая у нас произошла за последнее время. И самое главное именно для музыканта это писать новые песни, их выпускать. И вот мы именно «Разбуди меня» и выпустили буквально... Недель же. Ну, пару недель назад. Ну, мне кажется, так. Ну, время летит как таковое. И вот именно ради этого, Мурзилки, мы сегодня, собственно, и здесь. Поэтому мы всю дорогу будем петь одну песню. Это группа Тату. Разные вещи. А здесь Госпел. А сейчас караоке-версия. Вот и так далее. Ну, это вообще какое-то особенное значение. Ты песни придаешь в связи с новым звучанием, с какой-то, ну, новым этапом в жизни группы и в своем творчестве в том числе. Уже есть титул у этой песни «Гимн влюбленных 2017». Я не знаю, ты это придумал или не ты это придумал, но уже запущена эта история. Послушайте, но я помню, что когда мы приходили в вашу вот прошлую студию, отнюдь не здесь, мы там анонсировали, точнее, не анонсировали, а мы... Это был релиз альбома «Выживут только ребенок». Да, и там была премьера песни «Это не мне». Я помню, с каким воодушевлением я ее пела «Это не мне». Ну, мы это уже споем, конечно, сегодня. Но я почему говорю? Потому что каждая песня, она, разумеется, неповторимая. Конечно же, вот как новый ребенок. Ты очень долго ждешь там, и как-то... Ну, быстрее, кстати, чем дети рождаются, слава тебе. А так, раз в 9 месяцев. И чаще, и чаще. Ну, и чаще. Но я, в общем, мать-героиня уже так по полной программе. Вот. Поэтому мне очень приятно здесь находиться. И несмотря на то, что у меня скрипит стул... Это нормально. Это добавляет пикантности. Это, знаешь, как у мушкетеров. Опять скрипит потертый и седло. А, недаром парень, который нас сейчас снимает... Вас как зовут, кстати? Влад. Влад. Он, кстати, Шумахер. Шумахер. Настоящий. Так вот, он сказал, Миша, он спрашивает, вы куда будете петь? Я говорю, я буду вот смотреть на Мишу и буду петь. Он говорит, а, я думал, с Мишей. Миша, я думал, ты поднялся. Это было до эфира, между прочим. Я вам раскрываю. Но в Зеленом театре я готов, я там рядом живу, готов потрепить. Давайте начнем. Давайте с премьерой песни. А можно спросить? Да. А мы в каком Зеленом театре? Я их путаю просто. Там, где амфитеатр или там, где парк Горького? Вроде парк Горького. Ну, такой большой, да? Ну, вообще, где мы играем, правда? Главное, когда? 2 июня. А дальше разберемся. Ну, один, послушайте, у нас же два МХАТа. Да. Горького. И два Зеленого театра. Один МХТ все-таки. И вот, ну, МХТ, да. Но дело в том, что у нас часть публики почему-то скакала именно не в тот МХТ. То же самое с этим Зеленым театром. Поэтому нам нужно обязательно как-то понять. Самим для себя понять. Мы сейчас все узнаем. Но если мы сейчас проговорим еще, мы не успеем сделать премьеру. Я от меня опоздаю. Диан, давай споем, а? Да, давай. Все, погнали. Первый раз пою живьем эту песню я. Без права на дубль. Читали мой инстаграм сегодня? Конечно. Разбуди меня, искупай в самой чистой воде. Глаза и ладоней нет лучше нигде. И качается мост между мной и тобой. Разбуди меня, поцелуем полыни и завестка. Я парю в этом танце пленительно в рост. И взрывается мост между мной и тобой. Нам с нею павшие, на смерть пропавшие. Нет стыда у любви, запретов не может быть. Парим друг над другом, мы кружим самолетами. Этим эфиром только и можно дышать. В этих движениях только и стоит жить. Разбуди меня, не искала, но все же нашла. Дышу на свободе, тоска умерла. И не стоит того, чтобы долго о ней. Разбуди меня, завтра нас не оставит в живых. Наше время уже одно на двоих. И горят фонари, и свободен тоннель. Нас нею павшие, на смерть пропавшие. Нет стыда у любви, запретов не может быть. Парим друг над другом, мы кружим самолетами. Этим эфиром только и можно дышать. В этих движениях только и стоит жить. Разбуди меня. 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 Сразу. Нам в ней ищут павшие, Нам в смерть пропавшие. Нет стыда у любви, Запретов не может быть. Поим друг над другом, мы кружим самолетами Этим эфиром только и можно дышать В этих движениях только и стоит жить Разбуди меня Знаете, как говорят иногда в рекламе? Пожалуй, лучший рок-исполнитель страны 2017 года Но, по крайней мере, именно в такой номинации заявлен Наш сегодняшний гость Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» Ну и слава богу, я вот всеми руками за На 15-й юбилейной национальной телевизионной премии «МУЗ-ТВ» Остается она 9 июня А пока можно голосовать за Диану Арбенину в номинации «Лучший рок-исполнитель страны 2018 года» Я голосую, сколько можно зверей видеть на этом месте? А как голосовать-то вообще? Добровольно Добровольно, да? Тебе нельзя Добровольно принудить Ты лицо заинтересованное Вопросов нет Слушай, ну у тебя же таких же титулов достаточно, копилочка-то, да? Ну, слушайте, нас всегда любили люди больше, чем награды Это абсолютно точно Но мы народная группа Несмотря на то, что все-таки песни такие не три аккорда, а два А что касается текстов, то они не бум-бум, а все-таки как-то там какая-то мысль присутствует Несмотря на все это, как-то люди нас действительно очень любили И любили больше, чем какие-то форматы и все остальное Поэтому я считаю так, что если тебе дают какую-то награду, если ты ее действительно заслужил, это кайфово А если тебе ее не дают, пиши дальше Слушай, ну а что касается любви народной, то мне кажется, здесь лишние доказательства Это вот, например, тот же самый альбом «Выживут только влюбленные», который как раз мы последний раз встречались на презентации Да, это так Получается же, ну вообще там все круто по итогам года Он сначала золотой стал, потом платиновый И это как раз доказывает только, что сколько его слушают, сколько его покупают И сколько людей любят этот альбом Это тоже награда получается своего рода? Танечка, дело в том, что, ну смотри Ну дело в том, что это вот Я почему вот, вот когда пришла, сказала Самое главное, с чем мы пришли, это с новой песней Это для нас, это намного важнее, чем то, что было до Поймите меня правильно То есть вот эти вот былые заслуги, которые, они есть, безусловно, это все здорово Но мне это уже, по сути, я прошу прощения за прямую речь, мне это не так интересно, чем то, что сейчас происходит Ну кайфовый альбом, кайфовый, но сидеть над ним 12 лет, трястись Ну понятно, что ты должен быть другим трясешься альбом, над новым Конечно, конечно, мне это интересно Ну вот это главная проблема, мне кажется, музыкантам Какая проблема? Не то, что это же проблема, а вот человек выходит, понятно, что публика хочет Диана, давай, любимые старые песни, ну, вот это Так Диана, любимые старые песни и новые тоже Безусловно, безусловно Как ты говоришь, ну то мы уже отжили, вроде уже как-то неинтересно возвращаться. Нет, я имею в виду по поводу, все-таки, что касается инфоповода. Мне очень нравятся эти песни, я имею в виду, вот сейчас мы споем песню «На отмышь», которая была, мы называем этот альбом «Влюбленный», ну так, чтобы сократить. Вот, и там песня... ВТВ. Да, ВТВ, там очень много кайфовых песен, они войдут в классику, в классический репертуар, безусловно. Просто говоря о том, что если бы не было новых, то как-то сидеть над старыми, вот это вот и трястись, мне кажется, это такая стагнация. Слушай, тогда по поводу этого, следующий вопрос. Смотри, не любишь ты эти, по поводу черт с ними, но я все равно скажу, что 2 июня у вас концерт, да? 2 июня концерт у вас в парке Горького в Зеленом Театре. Да, теперь мы все разобрались, я очень круто погуляла после концерта в парке Горького. Там играли, оказывается, я просто после этого концерта проснулась на следующее утро под деревом на Тверской. Поэтому я очень хорошо помню, где этот концерт. Ребята, все приходите в парк имени Горького. А потом все на Тверскую. Либо с Тверской все туда. Смотри, как они оживились втроем, просто отлично. И вот мне очень хотелось, в то утро мне очень хотелось пить. Ну, понятно. Неудивительно. Неудивительно, конечно. За Харвой именно то самое и подумали. И вот я шла по Тверской и смотрела на свои вот эти вот афиши, которые вот были, вот вчера был концерт. И думала, боже мой, сегодня ты на коне, завтра под конем. Поэтому я очень хорошо помню этот концерт. И спасибо большое. Так вот, а все-таки вернусь к той теме, которую мы обозначили. По поводу старых новых песен, поводов и отношений, да, к тому, что прошло и к тому, что будет. Вот ты решила, по крайней мере, так заявила в своих соцсетях, что 2 июня как раз ты готова принимать заявки на песни. Заявки на песни, и что, мол, ребята, что вы хотите услышать 2 июня, то и услышат. Ну, ты же понимаешь, это провокация. Ну, кто, не будешь... А сколько было комментов к этому. А так ведь ты же понимаешь, что ты реально так сделаешь. И ты же понимаешь, что это будут одни в основном, ну, пардон за выражение, старые хиты. Да не-не-не, там очень много было акустических песен и так далее. Но мне больше всего понравился комментарий, который кто-то написал. Диана, поете, что хотите? Диана, поете, что хочешь, вот прям сейчас. Да я же говорю, ну, а вот мы же давайте споем. Давай. Она такая, ну, тоже очень бодрая, утренняя песня. Погнали. Только, пацаны, говорите мне, когда вступать, потому что я все забыла. Давайте ее сбивать. Отлично. Давай. Ну вот и все, сегодня точно прощай. Течет арбат пустой, уютной толпой и неуместный смех и странно пить чай. Мне уже неловко с тобой и бьет озноб. Я проще выдержу грот из кулаков ударов пули огня. Прощай, мой друг, сегодня точно прощай. И удачей с тем, кто будет после меня. А я люблю на обмашь, вот что происходит. Люблю на обмашь, другое не подходит. Люблю на обмашь, вот что происходит во мне. И каждый день по кругу колесо сансары. Жить гораздо проще, чем мне всегда казалось. Жить на обмашь проще, пусть и в миллиард раз больней. Я не могу, когда уже просто так. Мы будто пассажиры в метро. Привычно все, включая ночи, постели мы обросли древесной корой. Ты удивлен, раз там блин, ты оскорблен. Я ухожу сегодня, да точно прощай. И смерти нет, есть просто новый отчет. И неуместный смех, и странно пить чай. А я люблю на обмашь, вот что происходит. Люблю на обмашь, другое не подходит. Люблю на обмашь, вот что происходит во мне. И каждый день по кругу колесо сансары. Жить гораздо проще, чем мне всегда казалось. Жить на обмашь проще, пусть и в миллиард раз больней. Жить на обмашь, пусть и в миллиард раз больней. Вот что происходит, люблю на обмашь. Другое не подходит, люблю на обмашь. Вот что происходит во мне. И каждый день по кругу колесо сансары. Жить гораздо проще, чем мне всегда казалось. Жить на обмашь проще, пусть и в миллиард раз больней. Но... А я люблю на обмашь. А я люблю на обмашь. А я люблю на обмашь. И каждый день по кругу. Каждый день по кругу. И каждый день по кругу. А я люблю на обмашь. Мы сейчас находимся в прекрасной форме. Я вообще не чувствую усталости после выступления. Если раньше у меня было ощущение, что я как локомотив тащу всех за собой, сегодня такого нет. Это то, к чему я всегда стремилась. Внутри нас сейчас есть ощущение легкости, молодости, при этом высокого профессионализма. Диана Арменина, ночные снайперы. Мало того, и подтвердила сегодня в инстаграме. Висишь вверх тормашками в прекрасной спортивной форме. Действительно, тут как подвесили, так и вешу. Нет, ну слушайте, у нас утренний же эфир. Поэтому я себе позволила сегодня прийти в спортивных практически брюках. Поэтому, в общем, да. Утром нужно себя чувствовать именно так. Поем? Легко? Это не мне. Поехали. Это не мне. Из миллиардов возможностей полчий билет. Свет отключили под виски слов винегрет. Я влюблена, мы заложники, падает снег. Это круги. Цирк на арене и лошади в пене. Твой рот сохнет пожаром и безукоризненно лжет. В комнату еле заметный вползает восход. Долго, долго, долго. Долго, долго, долго. Кто сказал тебе, что мне просто Опускать тебя за пределы Видимости двух перекрестков Шаг направо, сотня налево В твоем горле сердце подростка А в моем сердце зреют каштаны Перед поцелуем скажи мне Я к тебе бежать не устану Эта весна Градусы карты по венам и сладостно радуть Жизнь наконец исполняет исходную суть Я без любви сирота и живу как-нибудь Это не мне Пусть это будет не мне, а тому, кто не смог Чтобы держать меня вовсе не нужен предлог Танцует в наших глазах электрический ток Долго, 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 долго И видимость двух перекрестков Шаг направо, сотня налево В твоем горле сердце подростка В моем сердце зреют каштаны Перед поцелуем скажи мне Я к тебе бежать не устану Золо Долго, 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 долго Кто сказал тебе, что мне просто Опускать тебя за пределы И видимость двух перекрестков А шаг направо, сотня налево В твоем горле сердце подростка А в моем сердце зреют каштаны Перед поцелуем скажи мне Я к тебе бежать не устану Я к тебе бежать не устану Я к тебе бежать не устану Это не мне Это не мне Это не мне Это не мне Долго, долго, долго кричали дети Дианы Арбениной, Марта и Тёма Когда мама им сказала, что они будут учиться до 8 июля в школе А 8 июля я родилась, кстати У меня день рождения 8 июля Какая-то связь между этими Несчастливая связь Лучше бы я родилась 8 июня Тогда бы дети учились до 8 июля Итак, всё-таки дети учатся в школе Дети учатся в музыкальной школе Не жалеешь вообще своих детей? Мартёмок своих Не, я их жалею, конечно, поэтому я говорю Прогуливайте, ребята, прогуливайте Но всё только про себя Представляете, я вчера ночью захожу к ним в комнату Ну, думаю, наверное, спят уже Время без пяти час И смотрю, Марта лежит Ну, в своей, понятно, постели И пишет секретный дневник Напомню, сколько им лет 7 лет Пишет секретный дневник У него такая лампочка Я когда увидела эту лампочку Я подошла к ней Я поняла, что у меня просто У меня сразу всё упало Я подхожу очень тихо и говорю Ты сейчас всё выключишь Ты меня поняла? Ну, дальше меня, конечно, начинает Мне её жалко И когда я уже уходила Я говорю Марта, завтра будешь плакать утром, правда Ну, потому что мы просыпаемся в 6.15 Каждый день В 6.15 А сегодня она говорит Зачем дарила тогда? Ну, я подарила ей секретный дневник Для девчонок Там с замочком Со всеми делами Тёма, правда, стырила уже замок Нормальный парень Всё А ты знаешь, что она там пишет? Вообще не жилишь детей Нет, я не заглядываю, конечно Ну как, ну это же западло, извините Поэтому это её секреты Она уснула? Она уснула, конечно Сегодня утром они выключили будильник И проспали Слушай, а правда, что ты выступаешь За всеобщее детское музыкальное образование? Обязательно Да, конечно А почему нет? Это же очень естественно А не нотную грамоту Я не говорю о том, что они должны Черни действительно играть Все поголовно Но грамоту музыкальную Почему бы не знать-то? Вот на каком-то маленьком уровне совсем А ты знаешь современные детские песни? Вот если не обращаться к классике К Шаинскому и так далее Давайте к классике обращаться А вот ты знаешь, что современные дети Вот иногда слушают Что они учат там на каких-то там уроках пения? У нас учат в музыкальной школе Которая находится в Мариной роще Практически вот шёл отряд по берегу Вот у них до сих пор вот такие песни И ничего не изменилось С момента Написания этих песен Написания этих песен раз И с момента, когда я училась в музыкалке Ничего не изменилось Но другое дело, что мультики вот эти все Я не хочу показаться занудой Но вот это кто-то такие фиксики Большой-большой У меня вот как-то это всё как-то Мне ближе всё-таки матроски Слышь, а по поводу совместного творчества с детьми Они рисуют с тобой Ты же... Я, кстати, для тех, кто не в курсе Скажу, что у нас помимо того, что, значит, музыкант Что, значит, у нас человек, который пишет стихи Выпускает поэтические сборники У нас ещё художница Диана Арбинина в гостях И у неё состоялась в прошлом году первая персональная выставка Это вообще что-то для меня за грани уже Куда тебя уже вообще? Куда? Куда тебя ещё? И что там и дети тоже принимали участие твои? Ну, это всё, послушайте Самое главное, что у нас музыкальный коллектив Нам в следующем году 25 лет И все вот эти остальные вещи Вот там... Прикладные? Ну, они прикладные, конечно Это всё так... Ну, это всё классно Это всё так для радости И я к этому достаточно серьёзно отношусь Но это, ей-богу, не... Ну, мне кажется, об этом не стоит даже говорить Потому что, ну... Есть художники, а есть художники, да? Ты вторые, да? А я стала... Нет, я стала рисовать Потому что в первом классе Ко мне подошла учительница Посмотрела там, как я рисую Говорит, вот ты никогда не будешь рисовать И ты из вредности, что ли, да? Да нет, у меня проявилось через 35 лет Там как-то или через 30 Сдаётся мне и на уроке пения Тоже наверняка говорили Слушай, ты никогда не будешь петь А нет, с урока пения меня вот вытурили Потому что у нас... Она ставила трайбаны пацанам Потому что у них не было слуха Я говорила Почему вы ставите тройки, двойки? Ну, у людей нет слуха Вот он поёт же Ну, фальшиво поёт Ну, и что? Ну, и что? Ну, уже от души это делают, да? Ты выходишь из класса Ну, хорошо, ладно, вышла, чё Сказала, Диана, вышла из класса А потом она... 25 лет, да? Да, 25 лет Надо сразу на Тверской устраивать Чтобы деревья были рядом А, спокойно А ты сейчас смотри Ему это не дает... Я мать двоих детей ЗОЖ и всё такое Никаких деревьев Ну, а по парнях-то тоже надо подумать Всё-таки, понимаешь? Парни тоже ЗОЖ Они же не матери двоих детей У них, знаете, сколько детей? Ну, не матери Имеют право Почему на всех-то? Боже мой Ну, поверь, то, что Ночные снайперы 25 лет Только за счёт ЗОЖ держатся Конечно же невозможно И про юбилей мы поговорим Через несколько минут ещё Диана Расскажи, пожалуйста У нас, правда, мало времени Очень хочется послушать Про проект Народная студия Ну, вообще Ты впервые решилась На такую историю Про сбор средств Про строительство своей студии И запись на своей студии Нового юбилейного альбома К 25-летию снайперов Ну, мы решили это все вместе В Брянском цирке Вероятно, нам так ударил Запах в голову Что мы решили Да, вот, построить студию В общем, в итоге Так, чтобы не мешкая рассказать Мы обратились на планету Собрали те деньги Которые нужно было собрать Мы посчитали Ну, то есть прилагались Какие-то лоты, да Люди, которые любят группу Последние 25 лет Теперь мы разливаем Это всё Отдаём долги Да Со страшной силой И Я очень надеюсь Что через несколько лет Мы там что-то как-то построим Всё же Потому что это очень серьёзный Это очень серьёзный проект Вообще, это серьёзное дело Я так всё, знаете Через такую усмешку Рассказываю Но Замахнуться на Стройку студии С самого начала С фундамента до конца А ты стоишь прямо вот так Не то, что там арендовать Какой-то помещатель Ну, вот мы построили коробку И сейчас начали заниматься Акустическим проектом Потому что это же не дом построить Это музыкальный дом Там Акустический дизайн должен быть И так далее, и так далее В общем, это такая целое-целое Целое-целое дело Целое дело Но я хочу сказать Классно, что вы вспомнили об этом Я хочу сказать спасибо всем тем Кто нам просто помог в этом Всем ребятам Которые нам скидывались Давали деньги А ты понимаешь, что это за люди? Мы оправдаем, конечно, это Ты понимаешь, что это за люди? Ну, я их поименно не всех знаю, конечно Там было пять с половиной миллионов Пять с половиной рублей Да, конечно Но это, я думаю, что Ну, процентов 20 Мы с помощью людей отобьем Потому что, ну Это правда серьезно Слушай, ну ты вот Это реально такая монетизация любви Получается Как будто, я не знаю Зравится тебе или не нравится Как это звучит Я вот могу так сказать, что Мы какие-то вообще дураки Эта группа какая-то странная Зачем мы дураков пригласили? Не, ну правда, серьезно Потому что вот Мы все равно не успеем Юбилейный альбом записать В нашей студии Которую мы построим Поэтому также будем писать На чердаке Ничего, слава богу, не изменится В худшую сторону Мы не оборзели Не опопсели Все так же, как было Так и осталось Поэтому Ну, поэтому вот так Поэтому мы за парки Диана, планы-то на 25-летие На следующий год Какие-нибудь Грандиозные Юбилейный тур По всем городам и весям Беспрецеденты и невероятные И грандиозные Как все, что происходит Мы сыграем два больших концерта Главное не зимой Это он беспокоится Чтобы ты потом Я поняла Все, все Забочится о коллективе Все о своем здоровье Секундочку Мать двоих детей Мы об этом говорим Все Хорошо О коллективе забота Отец двоих детей Все нормально Коллектив У него два человека выбывает Остальные-то Могут гульнуть Все Понятно Ребята Давайте выходим На финишную прямую Еще раз напомним Что 2 июня Собираемся в парке Горького В Зеленом театре Для того, чтобы послушать Полноценный концерт Все, послушать Оторваться надо Оторваться Послушайте Даже тебе на радио Не получается Потому что уже увидеть У нас же сейчас все видят А я смотрю Вот сейчас пою Так открываю глаз И думаю Боже, какой у меня прыщ На левой щеке Боже, боже Если вы еще не видели Заходите посмотреть Отлично, молодец Ребят, спасибо, что пригласили Моряк, поехали Напиши-бежи Как ты его любила Как следы от сока Оставляла Над татами Вместо криков Выдыхала Мой бомбина Тушью на стене И кутер светали Скромный парень Морячок В клешах Индига Он ходил Выгарку Брио В Нагасаки Угощал Бортовых кошек Сердким ромом Кошки плавились Смотрели И вздыхали Звезды тают На груди Поцелуев Жук Я по палубе Мори За тобой Пошел Лови Блесну Нашепчучи Как он ложился Рядом И шептал тебе Девчонка Не дотрога Так любил тебя И твой дурной характер За руку Водил тебя Через дорогу Ты ждала его сначала Как волчица Тронгала себя Шептала Мой бомбина Плакала Под утро Нервно Угасая А потом Сдалась И вовсе Разлюбила Как это бывает Всегда Звезды тают На груди Поцелуев Жук Я по палубе Мори За тобой Пошел Лови Блесну Еще один Миша Сбил Третий куплет Блесну Блесну Еще раз Для вас Собрал Денис Жданов Макс Чигирин Сергей Макар Митя Горелов Мурзилки Татьяна Захар И Миша Который Взбил Мне эту Песню Впервые За столько Лет Я не Вступила В третий Куплет Черт Побери Это все На авторадио В самом Прямом Эфире Выходим Раз Звезды Тают На груди Поцелуев Жук Тая По палубе Морей За Тобой Вошел Звезды Тают На груди Поцелуев Жук А я По палубе Морей За Тобой Пошел Лови Блесно Это утре Лови Блесно Диана Арбинина Ночные Снайперы Друзья Вы прощаемся С вами До завтра Парк Наши Сляны Посвещается 7.00 Встречаемся На волнах Авторадио Пока Счастливой Удачи Лови Блесну И волну Авторадио Пока Диана Спасибо Ура Блесно Ура Ура Субтитры сделал DimaTorzok